МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Диана Васина в ближайшие 15 минут о главных событиях Великого Новгорода и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полтора миллиона на помощь в строительстве. Более 30 сельских семей получили новое жилье благодаря государственным субсидиям. День открытых дверей в Фокино-Псковской. В залах уже тренируются олимпийцы школы Манеж. Вскоре пригласят и любителей от мала до велика. Секреты древнего торга в Великом Новгороде туристам и всем желающим предложена новая интерактивная игра-экскурсия «Легенда Ярославова дворища». Серьезное ДТП на федеральной трассе М-10 в Чудовском районе. Лишь чудом уцелел водитель легковушки, уснувший за рулем. Авария произошла в половину 11 утра на 570-м километре рядом с местом ремонтных работ. Но причиной неожиданной встречи Опеля с припаркованным грузовиком стали не они. Предположительно водитель заснул за рулем, пересек две сплошные полосы и чудом остался жив. Медики его уже осмотрели. Автомобиль же восстановлению подлежит вряд ли. Вырванные передние колеса, бамперы, двери. Эвакуатору предстояло пробраться к раскуроченной машине по традиционным заторам. Пробки из-за укладки новых переходных плит и замены покрытия у Трегубова никуда не делись. Но сами водители подстроились. Стараются проскочить сложный участок до 4 часов дня, чтобы не попасть в многочасовое ожидание зеленого света. Раньше по 7 часов стояли, вот особенно ночью. Ну сейчас как-то светофор сделали нормально, более-менее. Ну минут по 40 это минимум ставим, а так часа по 2. Это сейчас еще движение не очень сильно. Действительно, сегодня утро долгого ожидания. В цепочке легковых и грузовых авто не было. Пробка начала собираться к 3 часам дня. Но завтра, 1 сентября, гарантировать такую же ситуацию не может никто. Между тем, напомним, что в середине августа руководству региона удалось договориться с управлением Федеральной трассы России об изменении графика ремонта. Уже через месяц движение по дороге планируют открыть без ограничений. Более 600 тысяч рублей долга по зарплате выплачено в Крестцах после вмешательства прокуратуры. Проверка трудового законодательства была проведена в компании «Великое село». Установлено, что организация имеет задолженность по заработной плате за июнь 2017 года перед 39 работниками на общую сумму более 800 тысяч рублей. С целью восстановления трудовых прав работников прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. В настоящее время заявления прокурора удовлетворены за должность перед работниками погашена на сумму более 640 тысяч рублей. Ситуация с выплатой оставшейся суммы долга находится на личном контроле прокурора района. Новоселье празднует сегодня в Трубичине. Молодая сельская семья достроила новый дом. Все благодаря программе господдержки. Алена Сувтина продолжит. Пусть приживется этот символ в вашем доме, охраняет вашу семью от дурного, глаза завистливого. Посадить дерево, воспитать сына и построить дом. Глава семейства Александровых со всеми обязательными пунктами справился на пятерку. Фруктовый сад во дворе, сын спортсмен и вот теперь новоселье. Добротный двухэтажный дом семья Александровых смогла построить благодаря субсидии в размере 1 миллиона 600 тысяч рублей в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Это мечта любых молодых семей, наверное, мне кажется, иметь свою жилплощадь, а выбор уже, что это будет квартира или дом, это уже индивидуально. Мы захотели для себя именно дома. Документы на участие в программе супруги подавали в 2014 году. В 2016 им выделили субсидию. К моменту поступления средств у Александровых уже был построен первый этаж, подведены газ и вода. Ютились все в одной комнате. Теперь же у каждого есть собственные хоромы, смеются хозяева. Небольшие, по 13 квадратных метров. Обои в свою комнату младшая Ксюша выбирала сама. Обязательным условием был рисунок с котятами. Эти котятки такие милые, даже можно поиграть. Впереди у новоселок приятные хлопоты. Покупка недостающей мебели, люстр и посуды. В порядок предстоит привезти и участок. В этом году у нас получила 31 семья на общую сумму около 50 миллионов рублей. Новгородский район 7 участников в этом году. В основном это работники агропромышленного комплекса. Но есть и социальная сфера у нас в этой программе. И по новгородскому району это семья сельского дома культуры. Программа устойчивое развитие сельских территорий рассчитана до 2020 года. Сейчас в очереди более 300 жителей области. Какова будет федеральная субсидия в 2018-м, пока неизвестно. Остается надеяться, что в следующем году такое же веселое новоселье отпразднуют не меньше 30 новгородских семей. Из новгородского района Алена Сувтина, Владислав Ковалевский. Новости. Новгородское областное телевидение. Свой новый дом обживают и новгородские спортсмены. Сегодня в школе Олимпийского резерва «Манеж». Прошел день открытых дверей, но уже в ФОКе на улице Псковская. Закладывали фундамент этого ФОКа еще 6 лет назад. При проектировке ставили задачу не ограничиваться одной площадкой. Параллельно с тренировками в большом спортивном зале будут проходить занятия по хореографии, фитнесу, на силовых и кардиотренажерах. Уже завтра двери «Манежа» откроют не только для воспитанников спортивных отделений, но и всех любителей активного образа жизни. Слоган комплекса продолжает быть прежним. Тренируйся рядом с чемпионами. Два десятилетия работы спортивного комплекса «Манеж» показали, что это самое правильное и самое эффективное сотрудничество. По той простой причине, что дети, ну или просто те, кто хочет вести здоровый образ жизни, приходят и видят чемпионов, действительно чемпионов мира, чемпионов Европы, чемпионов России. Они, ну это очень хороший заряд. А с другой стороны, массовость – это основа мастерства. Раньше часть помещений для тренировок в школе Олимпийского резерва приходилось арендовать. С этого года отделение спортивной акробатики полностью переедет на Псковскую. Историческое здание «Манежа» займут художественные гимнастки. Открытие нового центра дает возможность вдвое увеличить количество воспитанников. Интерес к спорту у молодых новгородцев есть. Ты развиваешься, а не в компьютере, если просто сидишь. И дома там. Ты, ну, ты тренируешься. Ну, ты делом занят, чем в компьютере сидеть. Это не дело. Занятия детских групп начнутся в «Манеже» с середины сентября. Инструкторы оздоровительного направления будут ждать любителей спорта уже с понедельника. Ясные деньги. Самое время для ремонтов. Работы по программе формирования комфортной среды ведутся в разных уголках области. Сегодня заглянем в Панковку. Во дворе дома на индустриальной 5 работа идет полным ходом. Строят многофункциональную детскую площадку. Здесь будут не только играть малыши, но и подростки смогут заниматься спортом. Тренажеров точно хватит на всех. На наше поселение выделено из общей суммы 3 миллиона 13 тысяч рублей. И конкретно вот мы видим, что идет благоустройство общественной территории. Возле будущей площадки уже бегают дети и в ожидании наблюдают за выполнением работ. Но появлению нового игрового комплекса рады не только они. Вообще изумительно делают для детей. Это очень большая радость для них. Потому что раньше здесь была маленькая детская площадочка. Места, правда, здесь много, но не так. И заливало дожди пройдут, залито. И ребятишкам, как говорится, не зайти. Также в рамках проекта во дворе планируют отремонтировать дорогу, поставить скамейки и мусорные баки. В Великом Новгороде появилась новая игра-экскурсия «Легенда Ярослава во дворище». Первыми ее участниками стали воспитанники школы-интерната из деревни Подберезье. А в дальнейшем новый турпродукт будет предложен и гостям нашего города. У вас как? Ноги крепкие? Руки тоже? Побежим сейчас на копытцах. Пришел на козью бородку, надевай копытца. Это место у церкви Успения Богородицы на торгу получило такое название, потому что в древности здесь торговали скотом. А Забава Путятишна и Агафья Мелисентовна отправят участников как раз в далекое прошлое государя Великого Новгорода. Поэтому, как говорится, с сухим из воды после такой экскурсии выйти не получится. Культура новгородской игры коренным жителям наверняка знакома давно. На традиционных потешных дворах местные развлекаются практически на каждом большом празднике. А вот гости нашего края застают такие события не всегда и теперь смогут поиграть в рамках интерактивной экскурсии. Если большая часть экскурсий, конечно, не будем скрывать, проходит по новгородскому Кремлю, то здесь мы и новгородцам, и гостям нашего города хотим показать еще и торговую сторону, которая великолепна в архитектурном плане и в историческом, но не всегда все успевают познакомиться с ней подробно. И хотим познакомиться именно в формате игры и экскурсии, потому что это место, которое овеяно самыми различными легендами. Малечины-калечины, закидушки, золотые ворота, счет длины в локтях. Игры, на первый взгляд, простые, иногда даже не требуют специального инвентаря. Но что точно пригодится, так это ловкость, скорость и хорошая реакция, чего стоит одна игра в шапки. Руки приготовьте! Давай, кто за кого? Вот так играючи туристы проходят через главные достопримечательности Ярославового дворища. Церкви Ивана Претечи, Пороскилой Пятницы, Никольский собор. А завершается маршрут Угандейского фонтана. Кристина Абелян, Андрей Константинов. Новости Новгородской областной телевидения. К этому часу все. Интересной информацией вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-3003. Впереди реклама и прогноз погоды о развитии событий в наших вечерних выпусках. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова